В школе у себя в кабинете открыли специальный центр, где наши дети, которые пострадали, могли обеспечить себя первым необходимым. Хоть как-то, хоть чем-то каждый из нас пытался помочь. Учителя в депутатстве – это такие люди, которые, как правило, просто голосуют молча «за» и все. Особо не различаю депутат я или учитель, потому что именно мы воспитываем будущее нашей страны. Есть у нас определенные проблемы в менталитете, которые необходимо решать. В данном случае я уже подключаю себя как депутат. Дайте мне слово, что вы будете работать честно и по благо. Позади вот уже 33-я сессия Ассамблеи народа Казахстана. Чем она показательна, обсудим в этом выпуске. Здравствуйте, в эфире МТРК программа «Мандат» и я, ее ведущий Павел Приталюк. У нас в гостях активист Северо-Казахстанской АНК, депутат городского Маслихата Лазат Жалмуканова. Лазат Жумагуловна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы не случайно вас пригласили и именно на эту тему Северо-Казахстанской Ассамблеи народа Казахстана. И вы, ваша личность, прочно друг с другом ассоциируетесь. И вот эта сессия минувшая, она была очень интересная, очень злободневная. Какие лично вы тезисы для себя выделили? Надо сказать, что 33-я сессия Ассамблеи народа Казахстана, она проходила по теме единства, созидания и прогресс. А здесь наш президент подчеркивает, что именно в единстве и в созидании мы можем продвигаться вперед. То есть для того, чтобы наш Казахстан продвигал пути, о котором он говорит, несколько моментов, это единство. Являясь руководителем, хочу сказать, что это на самом деле самый правильный вариант. На моментах импонировать несколько позиций, о которых говорил президент, это о том, что настоящий момент, когда идут, скажем, паводок 2024, это очень хорошо отражается. И я вот как депутат вижу, насколько люди вместе в единстве пытаются пройти все, что приготовила сегодня, скажем, природа, сама природа. И это единство. И созидание, ну являясь учителем по специальности, директором по должности, мы, конечно же, много очень работаем над тем, чтобы воспитывать своих детей вот в этом духе. Поэтому я считаю, что и момент основной, это президент обращает внимание именно на государственный язык и на изучение разных языков. То есть наша школа как раз и является единственной в республике, которая является школой национального возрождения, которая на базе своем имеет 10 национальных отделений, при этом присутствуют и классы с государственным языком обучения, начиная от класса предшкольной подготовки до 11-го, как раз это красная линия проходит именно исполнение поручения нашего президента именно через наш педагогический коллектив, через наших детей, через наших родителей. Давайте немножко поподробнее остановимся именно на вашей школе. Тесная связь с АНК с самого начала, да? Да, мы считаемся, что вот наша школа, в принципе, организована была в 1991 году, как общая образовательная школа. А уже в 1998 году именно по инициативе, значит, Ассамблеи народов Казахстана и при поддержке областного Акимата была преобразована в школу-комплекс национального возрождения. Вот я считаю, что вот в то время это был прекрасный выход, который и на сегодня остается актуальным. Наша школа, как я уже сказала, дети представляет более 28 разных национальностей. Вот я уже говорила, что у нас 10 национальных отделений, 10 классов с государственным языком обучения. Дети не только нашей школы, это как идет дополнительное образование для всех детей школ города, потому что она работает в выходные дни, субботу и воскресенье. А в такие дни все зависит от детей, которые хотят изучать свой, допустим, родной язык. Если он учится в первую смену, значит, занятия организовываются на второй. Если на второй смене, то на первой. Тем самым мы порядка 200 учащихся охватом именно классами национальных отделений. И самое характерное, что руководители национальных отделений, они могут проходить курсы повышения квалификации именно в странах, носителям языка, которого они являются. У вас не просто школа получается, а АНК в миниатюре такая. Да, мы являемся структурным подразделением Ассамблеи народа Казахстана. И вот знаете, я вот, например, почти 8 лет руковожу этой школой. Вот на протяжении последних 6 лет являюсь членом Ассамблеи, Общественный совет Ассамблеи нашей Североказахстанской области, но и являюсь членом Ассамблеи при президенте Республики Казахстан. Я считаю, что это очень важно для меня, являясь руководителем, потому что именно мы воспитываем будущее нашей страны. На волне сессии минувшей, на сферу образования, на ваш взгляд, какой груз сложится в данном случае? Все-таки мы живем все в одном мире и понимаем все, скажем так, некоторые моменты, которые сейчас, к сожалению, относятся и к нам. В данном случае в нашем министерстве проводится много реформ и очень разных направлений мы ведем. Но основное, это вот, к сожалению, у нас стали появляться дети, которые относятся к категории ООП, то есть дети с особыми образовательными потребностями. И сейчас наше министерство, наше государство прям пристальное внимание уделяет. То есть мы, педагоги, проходим все курсы повышения квалификации именно по работе с такими детьми, потому что это нужно знать. Мы социализируем этих детей у себя, вот в наших ученических коллективах, чтобы они имели возможность развиваться в этих общеобразовательных классах. Это вот один из показателей. Теперь у нас в плане, мы никому не секрет, что все-таки по количеству наших детей, которые учатся в нашей школе, нам необходимы еще дополнительные ставки, допустим, педагогов, психологов, социальных педагогов. Потому что, ну как бы, вот я всегда говорю только о своей школе, порядка 1881 школе. И в настоящий момент у меня один педагог-психолог и один социальный педагог на эту армию, скажем. Ну и в классах с государственным языком обучения свой педагог, потому что владеет этим языком и ведет там работу. Поэтому это тоже мы продвигаем. В данном случае, ну, я уже подключаю себя как депутат. Депутат, потому что это нужно будировать, об этом мы говорим. Об этом мы говорим не только как депутат, а как руководитель на наших советах нашего городского отдела образования. Совместно с Пакимати, допустим, с нами всегда ведет эту работу, вот прям, знаете, предметную, заместитель Акима, курирующий нас в социальную сферу, Калия Баталовна. Мы эти вопросы выносили и на уровень наших, скажем так, земляков, мажористменов поднимали эти вопросы. Я думаю, что эти вопросы все равно прорабатываются. И в данном случае, наверное, все-таки будет принято решение, что все-таки этими детьми, по большому счету, диагноз диагнозу рознь. Есть детки, которым необходимо одновременно, значит, специалисты узкого профиля, в данном случае, логопед, дефектолог, психолог, допустим, да, вот эти детки все-таки в этом нуждаются. А вообще в образовательных школах, ну, вы же понимаете, это просто невозможно ежедневно этим заниматься. За сессией вы наблюдали и как директор школы, то есть как педагог, и как депутат. Вот скажите, с какими, скажем сейчас, идеями, предложениями должны выступить депутаты городских маслехатов, нашего городского маслехата, в свете тезисов, озвученных на сессии? Ну, основным из тезисов шло, это Паводок 2024. В настоящее время все мои коллеги, депутаты городского маслехата, они все находятся в разных комиссиях. Вот, допустим, в нашем Акимате сколько есть комиссий, и в каждой комиссии присутствует депутат. Допустим, я являюсь членом комиссии по делам несовершеннолетних, потому что я являюсь единственным депутатом от образования, поэтому я член этой комиссии при Акимате города Петропавловск, где решаются вопросы, где приходят родители, дети разной категории, разные родители, мы там вопросы решаем. А на сегодня наши депутаты являются еще и членами общественного совета, как города, так и области. Поэтому все активно принимаем участие, все, к тому же, еще являемся волонтерами на сегодня, как вы знаете. Конечно, президент говорит о том, что только в единстве мы можем победить вот эту вот стихию, о которой сегодня говорим. Лично я, как руководитель, мы начали с того, что непосредственно своим трудом укрепляли искусственной преградой дамбу. И затем мы организовали такую вот доставку питьевой воды. Допустим, заехали на территорию, и наши учителя, непосредственно мои коллеги, доставляли прямо до квартиры взрослым людям такого взрослого поколения прямо домой. Мы тару специально брали, вот этим занимались. Непосредственно сразу в первые дни мы оказывали помощь в виде продуктовых пакетов, доставляли своим детям, которые оказались вот в качестве пострадавших. Доставляли продуктовые пакеты. Ну и, конечно же, мы, являясь многонациональной школой, мы, наши родители, очень активно приняли участие. Именно мы в школе у себя, в кабинете, открыли специальный центр, где наши дети, которые пострадали, могли обеспечить себя первым необходимым. Это, например, обувь, это, например, одежда, это, например, постельное белье. Вот там, ну, есть были же люди, которые просто вышли. Вот в чем вышли, в том и вышли. Лично я, как депутат, внесла свой вклад, потому что пришла одна родительница, говорит, вот сейчас у меня на квартире женщина с ребенком, а у нее ребенок как раз вот в категории ООП, вот сейчас они у меня на квартире. Соответственно, я, конечно, поехала и оказала свою помощь лично от себя. Поэтому, конечно, сегодня надо, наверное, понимать, сострадать вместе с ними, быть рядом. Знаете, это, наверное, чувство должно касаться любого человека, потому что, не дай бог, вот такое вот произошло. А с другой стороны, я вижу, как люди объединяются. Когда вот мы работали на дамбе, вот мы работали параллельно с людьми, которые были предоставлены с ПЗТМ, порядка 100 человек. Потом военные работали, порядка, я не знаю, 50-70 человек. Студенты нашего университета, порядка 51-2 курс. И вот мои коллеги вместе были. И вот, знаете, когда подъехала, это было вот настолько страшно прямо. А вот работа, и видно было у людей без разговора. Вот подъезжает КАМАЗ, разгружает, все со всех сторон встали. Кто-то накладывает мешок, кто-то мешок где-то, кто-то накладывает, кто-то завязывает, кто-то отправляет вот такую вот работу, это видно, кипит. Вот знаете, вот это единство, вот это вот, оно прям царило. Вот такая аура была, вот хоть как-то, хоть чем-то каждый из нас пытался помочь. Существует такое расхожее мнение, что учителя в депутатстве — это такие люди, которые, как правило, просто голосуют молча «за» и всё. На Ваш взгляд, миссия педагогов именно в представительных органах. Почему Вы пошли в депутаты? Ну вот я, в принципе, вот сейчас как-то вот особо не различаю депутат я или учитель. Оно как-то по жизни пошло само по себе. Я вот проработала после института 13 лет в Пресновском районе, село Петровка. Я там от студента, который прибыл в первый год, в 85-м году проработала заучим в этой школе 6 лет. Это первый год учитель, 6 лет заучим, и остальные 6 лет я проработала директором. А уже в 98-м году, в 99-м учебной я прибыла в город и устроилась в 8-ю школу, комплекс национального возрождения имени Пушкина. Вот там, на следующий год, я стала уже председателем городской избирательной комиссии. Вот тут началась какая-то вот другая сфера, которая была настолько мне интересна, потому что, являясь председателем избирательной комиссии, нужно было знать, вот, ну, скажем так, вопросы политики, что, где, кого, чем движет. Мы оформляли этих, скажем так, тех, кто хотел быть депутатом. Ну, и недолго после этого я стала уже членами окружной, областной избирательной комиссии. Затем уже в 2007 году, уже будучи руководителем школы номер 10 имени Крупска, я уже стала депутатом 4-го созыва. А следующий созыв мне уже избрали секретарем городского маслехата. То есть, с 12 по 16 я была секретарем городского маслехата. Вот, а вот уже в прошлом году, в 23-м, уже будучи много лет проработав директором школы комплекс национального возрождения, я вновь вернулась и стала депутатом уже от партии Акжол. Сейчас я представляю партию Акжол. Вот, хочу сказать, что понимаю одно, что именно являясь депутатом, можно выражать свою мысль, можно выражать свою инициативу, при этом находить поддержку. И вот именно на принятии решений уже играю роль, как депутат. То есть, являясь секретарем городского маслехата, мы очень много принимали решений, даже таким, скажем, серьезных. И хочу отметить, что вот решения были настолько реальными, что ни разу не было возврата с юстиции на доработку и так далее. Потому что это же тоже чревато где-то, когда все расходится с делом. Поэтому и сейчас я говорю о вопросах именно образования. Меня чаще я там, где я понимаю и разбираюсь. Я уже имею стаж 40 лет. Из них 36 я педагог, а 4 года, как вы слышали, я уже секретарь городского маслехата. Поэтому, понимая многие вопросы и понимая, что на меня же и рассчитывают мои коллеги, учителя, и понимая, что есть вопросы, которые необходимо поднимать, решать и при этом находить поддержку. В данном случае я говорю о том, что уроки физической культуры, начиная с 5 по 11 классов, все-таки нужно делить на подгруппы. Потому что о какой физической культуре можно говорить, если в одном спортивном зале занимается, допустим, ну раз у нас в основном школы все имеют хорошее количество учащихся, а нас вообще больше всех 1900. Хотя мы имеем два спортивных зала, все-таки этого недостаточно. Я говорю теперь еще о том, что можно на территории 17-й школы поставить физкультурно-оздоровительный комплекс, который будет снимать нагрузку с двух спортивных залов, и дети будут заниматься делом во время. Тем более, это будет работать не только на 17-ю школу, а на все школы, которые находятся рядом с нашей школой. Это первая гимназия, 32-я школа, 21-я школа, 1-я школа, 20-я школа с казахским языком обучения. Это будет работать на всех. Ну а хочу сказать о том, что все-таки, решая и выдвигая эти вопросы, об этих вопросах знает и телообразование, управление образованием, и исполнительная власть знает. Поэтому и знают все наши старшие депутаты, скажем, мы жили сменой, и уже министр просвещения уже в своем недавнем интервью говорил о том, что этот вопрос стоит на стадии решения, скажем так. Ну будем надеяться, что с 1 сентября все-таки этот вопрос пройдет. Именно касаясь сферы образования, какие топ-3 проблемы вы можете выделить, которые нужно выносить вплоть до республиканского уровня? Ну я думаю, что все-таки первый вопрос — это о том, что дети, которые с особыми образовательными потребностями, все-таки надо помогать этим родителям, дети, которые относятся к этой категории. Поэтому здесь это первый вопрос. Второй вопрос — все-таки коррекционные интернаты, когда диагноз диагнозу рознь, все-таки социализируя детей, мы все-таки должны немножко понимать, что есть категории детей, которые нуждаются именно в этой части, то есть коррекционные интернаты, которые у нас были, ну и надо их все-таки продолжать. Это второй. И третий — это, конечно, все-таки сейчас очень много делается в образовании, очень много проектов разных вводится, много школ сейчас новых строят. Сейчас будут в этом году уже у нас в городе даже будут школы, которые называются комфортные школы. Я считаю, что это великолепное то, что сейчас делает государство. И, конечно, хотелось бы, чтобы и моя школа была в какой-то комфортной такой школе. Ведь самая главная задача меня как руководителя — это создать не просто условия для детей, а комфортные условия, чтобы родители знали, что они отдают руки, и при этом надежные руки. В прошлом году в Петропавловске случился инцидент, после которого как раз-таки школы особенно задумались о вопросах безопасности, как помните, когда один из учеников напал на других детей. Как на этот момент отреагировали лично, когда услышали об этом? Ну, конечно, это очень из ряда вон был один такой вот момент, который, ну, скажем так, получился на сегодня. Но реакция, конечно, сразу же о том, что, господи, ну, ну, вот все поступили правильно, в том числе и исполнительная власть. Во всех школах прямо в кратчайшие сроки начали объявлять конкурс, и сейчас во всех школах стоит специализированная охрана. И нам, конечно, от этого спокойнее. Вот пропуски, через которые проходят, турникеты, которые проходят дети, которые отражают фотографии, не просто там друг прошел за другом, а все это видно, вот. И, конечно, специализированная охрана, которая стоит в школах, она круглые сутки, и нам от этого, конечно, спокойнее. То есть мы считаем, что это очень правильное решение. Ну, а с другой стороны, я поэтому и говорю, что немножко нужно смотреть на диагнозы, которые могут читаться по-разному. Ну, допустим, он может являться этой категорией детей, но у него диагноз, у одного диагноза, например, аутист, он очень спокоен, он очень такой. А другой, извините, может сидеть и тут же что-то среагировать так, что, ну, ни один учитель, сидящий в классе, имеющий 25 детей и более, не сможет предотвратить это. Поэтому здесь, конечно, огромная работа должна ложиться на всех нас, педагогов, в руки которых родители отдают. Это те же социальные педагоги, о которых я говорила, что дефицит. Это те же психологи, которых тоже недостаточно. Вот сейчас мы говорим о том, что необходимо изменить штатные единицы в каждой школе именно на уровне нашего Министерства просвещения, что их должно быть как можно больше все-таки. И мы должны видеть этих детей, мы должны знать. И знаете, взаимосвязь учителя, родителя и детей должно быть настолько тесной, настолько социально-психологическая служба должна профессионально вести свою работу, чтобы не допустить вот такие вот ситуации, которые были у нас. Это очень опасно. Поэтому, конечно, я прихожу на работу еще далеко до 7 утра. Я встречаю каждого. И пока не проведу последнего ребенка, я нахожусь на работе. Потому что я знаю, что родители мне доверили великое чудо, которое является их собственным ребенком. В действительности, вот это большая проблема, да, нехватка кадров, дефицит и так далее. Насколько удается их донести до власти? Насколько голос педагогов, он слышен сегодня, в настоящее время? Ну, я хочу сказать, что я вам уже говорила, что мы поднимали, лично я поднимала этот вопрос, когда у нас на встрече была депутат-мажористмен. Я ей тоже задавала этот вопрос. Она сказала очень хороший вопрос. И нас слышат. Я думаю, что это все-таки эти вопросы будут решаться. Но наша исполнительная власть, она в курсе. Она, мало того, мы же все делаем одну задачу. Это безопасность наших детей. Что можно сделать в кратчайшие сроки, чтобы хотя бы сократить дефицит кадровых в образовании? Я думаю, что высшее образование должно сейчас, что и делает, перестраивается. Именно сейчас открывают такие специальности, которые необходимы не только в принципе образованию, но и вообще стране, как вы видите, да, отсутствует много специальностей, по крайней мере, на которые, возможно, не так пристально было уделено внимание. Я думаю, что наш университет в принципе может решить эти вопросы и готовить кадры, которые необходимы сегодня нашим школам. Это не так уже. Наши теперь высшие колледжи могут тоже готовить для нас специалистов. Это наши же выпускники, которые могут прийти в свою родную школу и продолжить свою работу. Я думаю, что это вопрос времени, и он должен скоро решиться. Насколько сегодня образование, школьная среда привлекательны для выпускников, на Ваш взгляд? Ну, знаете, это все-таки, когда мы их учим, мы должны вкладывать в них вот эти вот качества. Вот хороший был вопрос, потому что я могу сказать так, что, допустим, в прошлый год, выпуская 86 выпускников, хочу сказать, что основная масса детей выбрала все-таки нашу специальность, педагоги. Поэтому мы растим себе молодое поколение, и которое с удовольствием проходит у нас практику. У нас сейчас очень тесный контакт с нашим университетом, с нашими высшими колледжами, особенно с колледжами имени Макжана Жумабаева, которые непосредственно готовят нам педагогов, учителей русского языка, учителей казахского языка, казахской литературы, готовят нам информатиков. Поэтому я думаю, что, проходя практику, находясь с ними рядом, мои педагоги оказывают помощь. Как раз вот здесь, в этот момент, отрабатывают так, чтобы эти дети, все-таки завершив, получив дипломы, возвращались в школу. Пока, по крайней мере, у нас в школе, вот лично, в той школе, где я руковожу, девицы, за кадров нет. Вы с таким интересом и одушевлением рассказываете о педагогике, об образовании. Насколько вам удавалось и удается по сей день совмещать вот эти вот грани? Вы уже выше сказали, что депутатству и образование практически слились, но как добиться этого слияния? Насколько трудный это был процесс? Ну, это, наверное, очень сложный процесс, но мы, как и все, в свое время, я училась, заканчивала наш педагогический институт имени Ушинского, и мы все проходили, изучали психологию. Мне очень приятно общаться с людьми, это очень широкий круг. Во-первых, это умение ценить каждого человека, личность, несмотря. Это может быть и ученик, это может быть и учитель, это может быть и родитель. Поэтому здесь вот все-таки я считаю, что при выборе даже моей специальности главную роль играют мои родители. Мои родители — учителя. Отец имеет в своем стаже 50 лет стажа работы, и он учитель химии и биологии, мой классный руководитель. А мама в свое время вела арифметику, видимо, вот эти задатки у меня, я учитель математики. А потом, конечно же, она учитель начальных классов. И вот они нас воспитывали. И мы сами проживали в свое время вот в далеком сейчас уже в Олехановском районе, село Мартук, среди немцев. И мама нам всегда говорит, вас воспитывали немцы. То есть вот с малых лет нас воспитывали поликультурными личностями, по уважению ко всем национальцам. Возможно, вот оно сейчас у меня и впереди меня и ведет. Вот поэтому я очень с удовольствием иду на работу. И хочу сказать, что настолько во мне сидит вот человеколюбие, я скажу так, я каждого человека уважаю, ценю. Это все помогает в работе. И депутатство, оно только лишь расширяет круг и, соответственно, уровень именно в плане политики. А ведь руководить школой – это не просто так. Это тоже политика. Когда вот ведешь большой коллектив, состоящий порядка 130 педагогов, порядка 50 вспомогательных организаторов, организаторов, которые у нас входят, и порядка 2000 учащихся, если считать, еще плюс 10 национальных отделений. Ну и в два раза умножайте это родителей. Плюс еще мое депутатство. Я возглавляю 18-й округ. Ко мне входит микрорайон ДСР, где сейчас очень много новых строений. Они сами себя называют ДСР-сити. Там все так современно, все так здорово, все так красиво. Но есть проблемы, которые мы решаем. Я решаю как депутат, ко мне подходят. И мы в частности, допустим, это работали... Вот вроде как я работаю с детьми, с подрастающим поколением, но там ко мне подходили именно аксакалы. Они, конечно же, хотят, чтобы на территории ДСР все-таки была какая-то общественная баня, какое-то кафе. Ну и считаю, что это дело времени. Это все будет зависеть от генерального плана города, к которому мы тоже как депутаты имеем отношение. Но третий вопрос, к которому они обратились, это досуг. То есть мы... Я обратилась, значит, в дворец спорта имени Винокурова очень признательно директору этого дворца, который принял нас, который нам дал два дня. Это в понедельник и пятницу, когда вот мои аксакалы могут идти и заниматься спортом. Знаете, вот бегут молодые и бегут мои аксакалы, и я вместе с ними, потому что мне нужно было посмотреть, насколько созданы для них условия. Вот поэтому это даже образец для подрастающего поколения, которым я сейчас руковожу. Поэтому это, конечно, очень здорово. Ну, наверное, надо сказать, что за что бы человек ни брался, он должен делать это с удовольствием, с охотой. Поэтому я считаю, что... Вы знаете, вот во мне столько сил и энергии, что вот я знаю, куда его направлять. У меня, скажем так, есть план на неделю. Я всегда... Я же, кроме этого, ещё и мама, и чья-то сноха, и чья-то сестра у меня. Я везде, в принципе, успеваю быть. И сразу же вопрос возникает, как в данном случае семья не осталась бы за бортом, учитывая Вашу занятость? Я хочу сказать, что именно семья и мои родственники, именно со стороны мужа, и с моей стороны, они всегда меня в этом поддерживали. А самые первые, кто поддерживает, это были мои родители. Наши родители нас всегда благодарили за то, что мы создаём людям такие условия, что мы помогаем людям. Нам всегда родители говорили, что нужно работать честно. Вот папа вообще нам устраивал, скажем, такой экзамен. Вот дайте мне слово, что вы будете работать честно и по благо. На сессии глава государства поднял вопрос менталитета, та же инициатива ТАЗА Казахстана и так далее, о том, что есть у нас определённые проблемы в менталитете, которые необходимо решать. Вы работаете с молодёжью, я не только говорю о молодых учителях, но о детях прежде всего. Скажите, вот есть ли надежда на то, что следующее поколение, оно будет по-другому относиться к окружающей среде? Я так думаю, это тоже не снимает с нас никакой ответственности как педагогов, потому что именно учителя являются проводниками, той частью интеллигенции, которая является проводниками политики государства и самого президента. Поэтому я всё-таки надеюсь, что, допустим, вот только объявили акцию, значит, республиканскую ТАЗА Казахстан, мы вот выходили вместе с детками, уже убирали не только свою территорию, но и прилегающую территорию. Допустим, посадка деревьев, это тоже экология. Вот у нас есть учитель биологии, Даниэр Галевич, он вообще тем вопросом плотно и занимается. Дети наши собирают всю эту пластмассу, отдельно ставят ящики, у нас отдельно увозят мусор, отдельно с пластмассой, отдельно с таким. То есть делим этот мусор. И уже на протяжении многих лет. И причём они не просто там убирают, собирают, они всё это обобщают и делают научные проекты, и занимают места призовые. Да, всё зависит от нас, всё зависит от того, кого мы воспитаем. Как сделать такие инициативы не разовыми акциями как раз, а частью нашей жизни? Ну я думаю, что при этом должен наработать союз трёх. Педагог, это педагоги, дети и родители. Вот когда родители в доме, вот наши с вами так же воспитали, что мы не пройдём ни рядом, ни возле одного мусора, мы всё равно его поднимем и уберём, допустим, тоже мусорку. Я как руководитель школы удерживаю, допустим, контролирую, чтобы она была идеальная, чтобы дети приходили в чистые, светлые классы, проветренные классы. Я думаю, что всё-таки это от нас самих ещё зависит, как мы живём, какой у нас образ жизни. Мы же не только дети учатся в школе, но они же ещё и дома бывают. Вот как дома их воспитывают, как соседями, как территория, дом, в котором я живу. Если он в порядке, то общий дом тоже будет в идеальной чистоте. Согласен с вами, Лазарь Жмагула. Спасибо большое за интересную беседу. Всего вам доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова